Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет видео по заявке и речь пойдет о королеве башмачков пофеопиделуме Ротшильда. Относительно недавно я делала видео о своих пофеопиделумах. Ссылка будет в описании, но меня спросили конкретно о ротшильдянам, поэтому сегодня расскажу о нем немного подробнее. Сначала коротко, как обычно, несколько общих слов, а затем о том, как он живет у меня. Пофеопиделум Ротшильда был открыт для европейцев в конце 19 века в разгар тогдашнего орхидейного бума. Его немаленькие размеры и респектабельный вид сподвигли ботаников дать ему название в честь барона Фердинанда де Ротшильда, известнейшего коллекционера орхидей викторианской эпохи. Тогда этот башмачок назвали цифрипедиум Ротшильда. Вид был и остается одним из самых редких в природе и произрастает на острове Борнео, он же Калимантан, на склонах горы Кинобалу. Интересно, что в качестве места его происхождения поначалу была указана Папуа Новая Гвинея, то есть место, где его никогда никто бы не нашел по той причине, что его там просто нет. Для собирателей орхидей того времени было в порядке вещей таким образом путать следы и обозначать заведомо ложное место обитания. Вероятно, многим видам такая конспирация спасла жизнь, учитывая ворожские нравы некоторых тогдашних да и теперешних сборщиков растений. В 60-х годах 20 века по косвенным приметам из описаний первооткрывателей вид был вновь найден на Борнео, но тогда для широкого круга любителей орхидей его место обитания все еще оставалось тайной. И только в 80-х годах аура секретности вокруг этого вида была наконец развеяна, и мир узнал, что пристанище этого аристократа в природе находится на скалистых склонах горы Кинобалу на севере острова. К счастью, сейчас это национальный парк, поэтому знатная особа находится под охраной. Хочется надеяться, что надежный. Он встречается там на северо-восточных склонах горы, на высотах от 600 до 1200 метров над уровнем моря. Этот паф любит селиться над горными ручьями в расселенных скал, где скапливается листовой перегной. Материнской породой почвы там является серпентин, то есть змеевик, если по-русски. Таким образом, в природе он выбирает места с очень хорошей освещенностью, где по утрам бывает прямое солнце и высокой влажности воздуха. 80-85%. Дневные температуры там в течение всего года довольно ровные, около 26-28 градусов в среднем. Ну, а ночные обычно сильно падают, градусов до 15. К тому же русла ручьев являются такими желобами, в котором холодный воздух ночью как бы стекает с горных вершин, то есть ночные температуры локально могут опускаться еще и ниже. Таким образом, температурный перепад день-ночь там значительный. Это были сведения из журнала Планета Орхидей, номер 38, из статьи Игоря Белицкого, посвященной Пафу Ротшильда. Ну, а мой экземпляр пришел ко мне летом 18-го года, то есть три с половиной года назад. Состоял растение из одной розетки, сидел в коре и был в хорошем состоянии. Пересадила я его не сразу, что, кажется, весной следующего года, только добавила немного мха, смешанного с корой, поверх старого субстрата, так как по дороге ко мне он его немного подрастерял. И, конечно, все это время я, задаивая дыхание, ждала цветения и, по возможности, помогала ему, чем могла, стараясь держать в голове вышеизложенные сведения о том, как он живет в природе. Для себя я уяснила несколько основных моментов, касающихся его содержания и, насколько это возможно, в домашних условиях старалась им следовать. Сейчас я расскажу, в каких условиях он содержится у меня. Думаю, что условия для него вполне приемлемые, потому что он все это время успешно рос. Ну, а в этом году, в конце весны, в начале лета, наконец, зацвел. Это был, конечно, для меня такой триумф местного значения. От остальных башмачков, собственно, его содержание отличается тем, что в среднем ему требуется существенно больше света, но это больше. Понятие тоже относительное. В люксах я цифру называть не буду, потому что боюсь наврать, но, скажем, количество света примерно как у анцидионных. Температурные качели день-ночь тоже, по возможности, стоит им организовывать побольше, около 10 градусов в среднем. Ну, если есть такая возможность, естественно. Режим содержания его зимой и летом у меня довольно сильно отличается, так как зимой условия мои находятся больше на ручном управлении и более стабильны. А летом все больше зависит от погоды. Летом он живет на северо-восточном окне, что близко к условиям произрастания на его родине. Утром там часто бывает прямое солнце. В это время суток, летом оно яркое, но не жаркое. Потом солнце уходит и остается просто хороший рассеянный свет. Зимой же я держу его на юго-западном окне при усиленной досветке непосредственно под лампой с сантиметров 10 в окошке растения до лампы. То есть он получает максимум естественного света, доступного в это время года, плюс еще дополнительное освещение 14 часов в сутки. Напоминаю, что у меня светодиодные линейные фитолампы белого свечения 18 ватт. Так как в нашем регионе зимой естественного света для растений самый минимум, то южные окна в это время года позволяют получить ему хотя бы его. Но как только в конце зимы, начале весны, солнце начинает уже вполне конкретно припекать, то надо не прозевать момент, когда его необходимо перевести уже на северное или восточное окно, если такое есть, или начать притенять. Если этого не сделать очень быстро, особенно в условиях резкой смены освещенности, которая происходит в это время, мы рискуем получить солнечные ожоги на листьях, которые сами по себе, конечно, не смертельные, но на них очень любят садиться различные, в том числе, бактериальные гнили. А вот это уже может стать фатальным для растения. Поэтому в избежении ожогов бережем растения дневного солнца в конце зимы, начале весны особенно. В это время даже котлеи горят, что же говорить о нежных листьях башмачков. Температура ночь-день зимой в среднем от 17 до 23 градусов у меня. То есть разброс не очень большой, и зимой дневная температура в моих условиях ниже, чем у него дома. Но так как это мой дом, то приходится двигаться ему, что, собственно, он терпит довольно сносно и привык к таким условиям. Летом же температурный диапазон более широкий и нередко приближается к такому, какой присутствует на его родине. В летнюю жару это как раз и может быть 26-30 градусов, а то и выше, а ночью около 15 часто. Поскольку летом, как и почти все мои орхидеи, он выезжает со мной на дачу, там у меня кондиционеров нет, и все получают то, что дают. То есть жару-то к жару, прохладу-то к прохладу. Единственное, в жару помещение, где у меня квартира, это обычно работает вентилятор. И так как это гостиная, то интересы людей и орхидеи, которые там живут, полностью совпадают в данном случае. На улице я его не выношу, но разве что только вот как здесь для съемки на полчаса. Но окна в этом помещении у меня днем, как правило, открытые или приоткрытые. То есть приток свежего воздуха обычно присутствует постоянно днем, по крайней мере. Влажность воздуха летом обычно бывает тоже естественная. Увлажнитель летом я не включаю, но поскольку рядом лес, то она бывает вполне приличная. Днем, в жару она, конечно, падает, но периодическое уменьшение влажности – это не страшно. Оно компенсируется ночным увеличением. Ежедневные опрыскивания тоже помогают поддерживать необходимый микроклимат, поэтому уровень влажности в среднем приемлемый, хотя ее диапазон летом тоже сильно расширен. В жару это может быть процентов 30 перед опрыскиванием, а в сильный ливень, например, все 90. Зимой же уровень влажности более стабилен, и обычно это около 60%, что, конечно, ниже, чем на кинобалу. Но, в общем, практика показывает, что Ротшильд может чувствовать себя в таких условиях вполне нормально. Чтобы влажность была для него как можно выше, я располагаю его совсем рядом с увлажнителем воздуха. Ну и опрыскивание теплой водой тоже приветствуется. Только окружающая температура в этот момент должна быть не ниже 20 градусов, не должно быть сквозняков холодных. Ну и точку роста нужно беречь от попадания влаги. Здесь лучше перестраховаться, но всем известно это общее правило. Грунт у него смесь на основе коры с добавлением сфагнума. На дне известковые камешки. По-моему, еще в моем варианте лечу задобавлено, но ее наличие не очень принципиально. То есть обычная башмачковая смесь. Пока продумывала это видео, решила, что в следующий раз при пересадке надо бы добавить на дно несколько камешков змеевика. Где-то они у меня были. Это, конечно, больше игрушки. Ну а вдруг да сработает на благо. Подкормки тоже обычные. Кормятся вместе со всеми. Летом примерно раза два в месяц. Осенью реже, а зимой пару раз за всю зиму. Зимой для орхидеи я считаю самое темное для нас время. Где-то с конца октября по начало февраля примерно. Раствор удобрения всегда слабый. В цифрах это 100-150 фем по показаниям ТДС метра. То есть ориентировочно 1 мл на литров 5 пропущенный через обратный осмос воды. Поливая его как всех, то есть с помощью поляризатора, зимой менее обильно, примерно через день. Летом обычно ежедневно. И летом добавляется еще периодический пролив и непродолжительное замачивание. Но чистоту полива я всегда для всех растений рекомендую выверять конкретно для ваших условий, исходя из потребностей растения. Ротшильду нужно в идеале постоянное поддержание грунта в слабо влажном состоянии с периодическими проливами в теплое время. Потому что у него на родине дожди нередки. Вот из этого надо исходить. Ну и вот в течение трех лет содержания в таком режиме весной 2021 года мой Ротшильд выдал финальный лист на этой единственной изначальной розетке. А затем показал свой очаровательный полосатый бутон и зацвел. Было у него два цветка. Я их уже показывала со всех ракурсов в своем летнем ролике о башмачках. Но не временно показать еще раз. Благо съемки сохранились. Среди башмачков это, конечно, гигант. Вот сравните с белотулумом, почувствуйте разницу, что называется. Кстати, мой экземпляр еще далеко не из самых огромных. По сведениям из литературы, габариты растений этого вида довольно сильно варьируют. И длина только одного листа доходит до 60 сантиметров. Тогда как мой, ну, где-то всего 50-60, наверное, я имею в виду размер всей розетки. Размах двух крыльев, так сказать. Ну, а цветок его, конечно, прекрасен. Такой волосатый костюм в духе английской моды. Конца 19-го, начала 20-го века, когда этот башмачок открыли и, конечно, немедленно присвоили ему имя одного из самых богатых семейств мира. Листья равномерно зеленые, довольно светлые, без рисунка. Цвел он у меня в общей сложности два месяца. Как положено в конце весны, начало лета и немедленно после цветения в июне начала отращивать новую молодую розетку, которая сейчас, спустя полгода, достигла вот такого размера. Но в целом эти растения, конечно, не быстрые. Думаю, что цветения я не увижу лет пять, как минимум. Но если только очень повезет, то быстрее. Растения не очень прихотливые. Самый сложный момент в их культуре считается зацветанием. Хотя мой опыт подтвердил, что добиться его цветения в домашних условиях вполне реально. Никаких уж таких особенных сверхусилий для этого не потребовалось. Есть определенный режим, соблюдать, конечно, все-таки нужно, но это и всех орхидей касается. Да и другие источники подтверждают, что современные линии этого башмачка уже не столь упорны в отношении зацветания, какими были их предки, доставленные непосредственно с Борнео. Но если верить литературным источникам, конечно. Поэтому тем, кто опасается сложности содержания этого башмачка, советую не бояться попробовать. Современные Ротшильды уже вполне демократичны и адаптированы не только к содержанию, но и к зацветанию в неволе. Даже в квартирах, как подтверждает мой опыт. Но в более-менее приемлемых условиях, по крайней мере. В любом случае, я всегда за эксперимент. Ну и на этом пока у меня все о пафиопедилуме Ротшильда. И до новых встреч!